секундочку ребят я включу себе музычку я просто видите пью лачка вы не вы не боитесь за авторские права за музыку youtube все такое кафе пастинг а я же буду разговаривать ну ладно свободно вы уверены у нас тут пропуска все такое вы уже оформили с последним выпуском плюс то зипок прошло уже два года скажите пожалуйста чего вы достигли за это время здравствуйте с вами нынешний претис вайк блока бывший плюс то зипок чего достигли ну во первых я теперь можете поздравить я строитель я делаю ремонт в квартирах отделки то есть фасады домов и всякое такое из клуб у меня увольны за конечно же воровство не думаете на 1000 рублей смену работать но не в россии такая невозможна у нас уволен и все годик сел без работы потом я дружище когда писал не хочешь виранночку сделать за денежку конечно хочу я дома сижу не закладочки не закладки же ребят реально ходить разносить ну да то есть завертел заместел снова в строительном бизнесе будет почти бизнесмен ваша цитата 2011 год я стану геймером разработчиком игр а чем хочешь стать в будущем будущем не знаю геймером разработчиком игр ты умеешь разбрано разрабатывать игры да как собираешься сделать я собираюсь вложить свой ум и свое и пристать своей интуиции и замутить сюда клево как вы это прокомментируете возможно бы я бы встал если так сказать если бы двигаться в нужное русло но русло свело меня с этим волчок лагерь и тому подобное еще кое-что другим как бы я ребят за легализацию вы понимаете меня и поэтому как бы они сложились расскажите вот в стране сейчас строжайший все таки строжайшая самоизоляция строгий режим как вам удается пережить это непростое время поменялся ли что-то вашей жизни вообще ну например даня сидит дома но это ладно это принципе моя жизнь ну как это вот часть моей жизни ну я в принципе там просто пару недель сидел дома потом мы вышли на работу для проблем у меня конечно в семье люди не работают проблемка ну как бы конечно да особо ничего не поменялось так вообще сейчас людей нету может посмотреть людей как бы нет да понимаете действительно пусто но днем тут просто аншлаг как будто коронавирус людей не косит так-то косит хорошо сейчас также очень непростая экономическая ситуация рубль падает день за днем удалось ли вам сберечь свои накопления и для своего будущего к сожалению не удалось потому что когда он упал рубль хадаш я копил бабки на кофе думаю что отлично все куплю и потом резко комп стал стоить 95 а 130 всего лишь того знаете как бы в россию такая ситуация причем прикол нашей россии вот я ждешь того года рождения и вот в принципе весь сознательный свой период времени когда я встаю просыпаюсь и уже все время каждый день происходит какое-то голос страницы не было вот и для от и проснулся и блять стране вот хорошо как хороший но затем единственная положительная новость проси который происходит знаете вот обойдет репортаж на время бабла-бла-бла крым украина сирия америка плохая туда и сюда и конец и под конец репортажа после плана погоды или перед ним перед прогнозом погоды происходит такая радостная новость московском зоопарке тигрица родила тигренка прекрасно прекрасно единственная хорошая новость для страны тигрис на тигренка в ладили слоника слоненка все полная жопа единственно хорошая новость что кто-то в зоопарке родила, блин, охуенно, ну извините, охуенно, а по-другому сказать не могу, и то есть вот это все вот хорошие новости стране, а так что, я не знаю, просто у меня было там, блин, 6 тысяч рублей, я это до долларов купил, у меня там, блин, на счете, блин, 70 долларов, и все, это все мои накопления на данный момент, поэтому вот так вот, как бы, так и так живем, вот реально, вот сколько себя помню, то, блин, то Донбасс, то Крым, то Украина, сколько это можно, сколько это можно, когда уже наконец-то что-то нормальное будет, уже надоело, реально, а хватит это терпеть, как говорил Владимир Вольфович, так сказать, лидер либеральной демократической партии России, так, ну, продолжать. Хорошо, вот сейчас говорят о том, что у думеров началось самое тяжелое время, и что сейчас у них, так сказать, знаете, такой туманный период жизни, когда они реально потеряны, вот в связи с этим, не скажете ли вы о том, что вы скучаете по своему прошлому, возможно, по школьным годам или по студенческим, вот вы вспоминаете свое прошлое, вы не хотите обратно вернуться? Ну, наверное, как любой человек, который не супер чего-то добился в своей жизни, конечно, хочется вернуться в прошлое, потому что там, извиняюсь, было проще, ну, вообще, я так считаю, что наше поколение моё, оно в основном потеряно, и типа мы стоим между двух огней, то есть есть зумеры, у которых сейчас они родились на потреблении технологий, для них сейчас весь мир будет открыт, есть как бы бумеры, которые, хотя, я не знаю... Миллениалы, скорее. Миллениалы, просто, опять же, бумеры у нас, какие у нас бумеры? Там, возможно, бумеры какие-то в загранице, да, они ок, а у нас, блин, это люди-совки, которые живут до сих пор зарплату на зарплату, поэтому они, а думаю, в принципе, не отличаются, они отличаются тем, что они смотрят Славьёв Live и Киселёв по 24 Россия, поэтому, как бы, на это мои комментарии и всё. Понятно. Также вы очень много лет подряд говорили о том, что всё-таки эмигрируете на треклятый Запад, и что скоро настанет тот день. Как вы можете прокомментировать это сегодня? Пока он не достал, всё. Но плана... Тема закрыта. Вы не стали патриотом? Ну, вообще-то, я отрисовал, что я всегда был патриотом в Соединённых Штабах Америки. Что? Что такого? Я всегда был патриотом в Соединённых Штабах Америки. Хорошо, понятно. Я вижу у вас смартфон китайской компании... Как она называется? Xiaomi. Xiaomi. Скажите, пожалуйста, почему вы не стали брать брендовые смартфоны там от... Потому что денег нет, и зачем переплачивать, когда это топ за свои деньги. Понятно. Мой ответ за что надо было. Скажите, пожалуйста, вы разочарованы в Тиндере? Ну, как он сейчас, наверное, да. Какая проблема сегодняшних молодых тянок? Да я даже не знаю. Я не общаюсь с молодыми тянками. Да? Ну да, конечно. Мой контингент это барышни за 35. Скажите, пожалуйста, чем они хороши так? Они, так сказать, более прожили на свой век. И знают уже, что нужно настоящему мужчине, да? Ну, сейчас я зачту, что эти женщины знают. Вот секундочку. Буквально. Ладно, секундочку вру. Хорошо, Фразе. Так, что вы нашли? Насловно считаю, что женщины, что вот эти цветки жизни знают про нас, мужчин. В процессе совместной жизни большинство женщин почему-то начинают активно расслабляться. Но не женщины, которым за 35. Вбивая себе в голову, а нелепую формулировку. Извините, я немножко выпил. Он мой и никуда не денется. Ага, получается. Прекращает обеспечивать мужчину. Замолится о нем и дарить нам, нам, мужчинкам, цветы. Теперь стоит понимать, что мужские слезы и капризы это признак того, что мужчины не хватает ласки, нежности, надежного женского плеча вообще. Потом они теряют мужчину и плачут, забыв о том, что плакать могут только лишь мы, мужчины. Вот. И вот женщины за 35 это понимают. Прекрасные слова. То есть вы бы хотели сейчас встретиться со своей судьбой 35+, и прекрасно наслаждаться своей жизнью? Естественно. Конечно. Она, скорее всего, имеет свою собственную жилью. А если мы говорим про Москву, Московская область, работает в нормальной работе. Мы не говорим про маргиналы, которые работают в Дикси, это понятно, или там в госуслугах, в МВЦ. Этих нищебродок мы в расчет не берем, потому что нищебродки, это грязь из-под ногтей, мы их не рассчитываем. Так. И поэтому, да, у них есть хорошая работа, у них есть, собственно, жилье, и поэтому у них нет идеи нажиться на нашей мужской доброте. Они понимают, что нужно для мужчины, чтобы он давал всю свою любовь и нежность, и радость этой женщине. Мы, в принципе, насрать для своих одноклассников, в принципе, как и было всегда. У меня есть общий костяк людей, у которых у нас сходятся интересы. Есть, конечно, небольшие там состыковочки, но все равно, как бы... Бичарня живет. Бичарня, она уже не такая, как была в 16-м году, но, в принципе, собраться-то мы все всегда можем. Да, ребята? Конечно. Я к вам обращаюсь. Конечно. А так, одно-классикам, блядь, мне на них насрать. Я на них был насрать, когда я в школе учился, что в Истоке, что в первой, да, и как бы там с кем. И как бы так, я с кем-то общался, а сейчас, ну, как, блядь, те люди там по 5-6 лет не видел, блядь, че от них. Понятно. Ну и закончим заветное... Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Блин, братан, возьми, я тоже хочу наворовать. Серьезно? А как же ценности наши, что, типа, честность? Да дайте меня в чиновники, я бы напиздил столько, что, блядь, я вот Навального, блядь, приглашал на сей его дрон. Я такой, вот смотри, вот это я тоже спиздил, и вот это я тоже спиздил, и это тоже спиздил. И знаешь, что я сейчас делаю, да, господин Навальный сегодня? Пойду еще столько же напижу, блядь, вот и все. Ну шо, а что мне ты мне сделаешь? Я, блядь, я царь и бог. Ну, и, конечно, не Владимир Владимирович. Да, всему есть пределы. Чуть-чуть поменьше, чуть-чуть поменьше. Я это так, утрирую. Да. Итак, с вами, дорогие друзья, с вами был сегодняшний третий свой Бокер, наш рекламный спонсор пиво Лицкое Классическое, так сказать, белорусские продукты за на качество, это как все-таки Коскак в Советском Союзе. Да. И бывший Плюстузипок, всех я люблю, целую, обнимаю. До новых встреч, возможно, мы в ближайшее время приготовим для вас прикольный ролик такой, всякая будет там съемки, так сказать, там всякая такая хрень. Я не знаю, я не монтажер, как это все называется, дитя уже настало, я как бы строитель, сами понимаете. И вот выпустим вам через, может, там пару неделек, ну, может, три максимума, ну, ладно, месяц. Ладно, я уберу слово месяц максимум, выпустим вам прикольный ролик, все, всех целую, обнимаю.